Ну что, Фанни Джой? Или нас чем-то удивят? Фанни Джой 100%. Фанни Джой и Ив. Это первые баны. Окей, ладно. Ван Ван, Джой, Кая должны избавляться. Вот против Тодеков. Либо это будет бан Глу, либо все-таки они будут сейчас исключать. А окей, Керри, Керри. Решили ударить по стрелкам. Теперь, опять же, не так много стрелков остается. У Беатрис очень плохой винрейт. Поэтому ее вряд ли уже будут пикать. Хотя, посмотрим, может быть, наконец-таки засияет. Потому что действительно у нее по винрейту все очень-очень печально в рамках чемпионата мира. Но мне данный стрелок нравится. Тем более с новым скином он должен блистать. Во всех смыслах этого слова. И бан Глу в итоге от Тодеков. Но все же будет сидеть в бане. Тот товарищ без него будут пытаться спланировать. Хотя та же история, что у Беатрикс винрейты не самые большие. Тем не менее популярность у него все еще остается весьма-весьма высокой. Но он очень такой противный. Нельзя игнорировать. Живучий. И очень много проблем доставляет. Опять же, за счет первого скилла он действительно очень надоедливый. Но это банеев должен быть, наверное. Пока подождем, посмотрим. Здесь нам показывают как раз таки персональные данные. Количество персонажей, которые было использовано. КДА. Количество участий в убийствах. Это Валентина все-таки. Решили избавиться от данного героя. Ну что ж, тоже такой вариант неплохой. Фанни не в бане. Фанни не в бане. Смотри, во-первых, тут есть два варианта. Первый это Ив, второй это Фанни. И оба варианта, в принципе, очень-очень неплохие. Что будут для себя забирать в приоритет Тодеки, это Ив. Ив. Все-таки да. Ну то есть, тут какой-то выбор должен был быть из этих персонажей. Ив слишком сильная на текущий момент. Естественно, с ней нужно считаться. Забирается Чонг сразу Локайтс и Хильда Локайтс со стороны команды RRQ. С полностью игнорируют Фанни. Решили, что вчера ее исполнение им не понравилось. А вчерашнее исполнение вот других команд, естественно. Ну там, там такой момент, ты понимаешь, да, это неоднозначно. Вот если уж опять вспоминать противостояние Оников и Фальконов, то как бы там очень хорошо Оники сыграли против этой Фанни. Поэтому неоднозначно. Фанни можно все-таки забрать. И действительно очень сильный персонаж. Особенно на ранней стадии наносит очень много урона. Колоссальный импакт вносит за счет быстрого передвижения. И это все-таки Хаябуса и Пополь. Вот, кстати, интересно. Опять будут что-то придумывать. Мы увидим, возможно, Пополя на Экспу и на Голд, к примеру, сейчас могут взять условно того же самого Лапу-Лапу или кого-нибудь такого персонажа, которому довольно легко будет стоять. Надо посмотреть, конечно, что еще оппоненты пикнут. Но это такой вот флекс-выбор для Тодоков. Вот из того, что я видел, Пополь, по-моему, только одна команда рейтит, и это как раз команда Тодоки. Поэтому оставили любимого героя, и вот она на 26 банов. Один из самых популярных бан-героев в первую фазу. Все-таки дожил до возможности быть пикнутым, и его забирает РРК. Наверное, то, что ты не хочешь видеть вообще никогда в жизни. Мне интересно, почему так решили Тодоки. То есть у них, во-первых, не хватает такого жесткого контроля, чтобы останавливать вот эту самую фанни. Это видят РРК. Поэтому они такие, окей, вы даете нам сильного персонажа, и мы заберем. Судя по тенденции, которая была, скорее всего, они будут банить какого-то ромера. Во-первых, потому что он еще не пикнут. Во-вторых, они очень любят банить РРК именно Лолиту. Возможно, они будут избавляться от данного персонажа. Но нет, это Лапу-Лапу. Это то, о чем я говорил чуть раньше. Они понимают, что это, скорее всего, будет некий флекс. Не факт, что это будет как раз-таки на голде Пополь. И поэтому они решили избавиться от персонажа, который комфортно, в принципе, стоит против любого практически на другой линии. Но тут надо еще много чего банить. Если уж они начали играть по Экспету, надо тогда и продолжать этим заниматься. Может быть, забанить какого-нибудь еще условного Урануса. Но вряд ли нет. Уранус здесь все-таки... Контроль нужен. Нужно что-то банить, что имеет определенный контроль каких-то таких персонажей, избавляться именно от них для РРК. Клауд со стороны Тодоков. Бан очень тоже интересный вариант. И это все-таки Хуфра. Решили, что от Роумера. Ну окей, забанили сильного просто Эксповика, забанили неприятного Роумера, который также еще против Фани может немножечко подпортить жизнь. И это минус Лилия. Лилия. Вчера она, кстати, тоже залетела достаточно успешно. Поэтому здесь решили, что лучше пусть не будет возможности с помощью нее как-то жить. И РРК придется выбирать как-то без нее. Но здесь можно сейчас мидера забрать. Можно. Потому что стрелка нет необходимости. С другой стороны, тогда вы увидите, что будет у соперников. И может быть, есть смысл как раз-таки взять именно стрелка какого-то. или Харита, может быть, Люнокс попробовать посмотреть. Выбор в сторону Кадита. Это Кадита. Ну, то есть, это однозначно Кадита мид. Интересный такой вариант. Решили очень агрессивно, что вот РРК у них прям все в агрессию. То есть, ранняя Хильда очень сильная, ранняя Фани очень сильная. Нереально сильный прокаст от Кадита. Еще мне кажется, что это будет две отцепы при этом. всем. То есть, на Чонге будет отцепа и отцепа, скорее всего, будет на Альберде. Так, ну и Мартис собирается для коллектива Тодок. Последний пик. Последний пик. Притом, это Мартис на Экспу. Или в Голд. Мы еще не знаем, как имена они будут расставляться, потому что Тодоки могут действительно свапнуть. И последний пик. Вчера у нас Мартис не как-то, знаешь, Руби. Хороший вариант. Хороший вариант. Такой, я бы даже сказал, очень интересный, подкрепляет дополнительно контролем, дополнительно выживаемости дает. Ну и, собственно, фронтлейн здесь второй какой-то нужен был, потому что один Мартис вряд ли будет справляться. Это здорово. Вспоминают не самых частых героев, экспериментируют. Ну как экспериментируют, это все-таки их пики. Нет, заготовочка однозначно. Да, так что, можно сказать, относительно методикующий вспоминают новых оппозиций. И здесь единственное, чего боюсь, кстати, Беатрикс, который ты вспоминал, чего больше боюсь, что вот Хаябуса и Мартис, они могут немножко подставляться, как это вчера происходило, когда они на корах, ну вот, и конкретно Мартис, да, он забегал, два раза подставлял свою команду, и этим они очень жестко воспользовались. Здесь нужно действовать максимально от своих товарищей, от своих тиммейтов, чтобы такого не допускать, иначе, если они будут терять вот так же, как это было до этого, то, ну, никто их не вытащит. Вот, кстати, интересно то, что у тодеков, да, никаких замен нет, а вот в РЛК Хоши, а до этого на мидлейне, например, играл Лемну в групповой этапе, сейчас мы видим, собственно, то, что это будет Клей. Ну, пробуют. Почему бы и нет? Не, ну, это активные замены, это всегда хорошо. У них, знаешь, у них же там сколько, 10 человек, по-моему, в составе, 12. Очень большое количество, да, действительно, игроков. Ладно, в любом случае, у нас начинается наконец-таки первый матч сегодняшнего дня Best of 5 до трех побед. Первая карта в рамках данного противостояния РЛК Хоши против тодеков. Так, также будут продвигаться дальше навстречу своему названию чемпиона. Пока что без каких-либо старают бафы, я так понимаю, никто не хочет пытаться похищать. Ну, пытался там Ямский что-то посмотреть, но понял, что оно того не стоит. Ого! Я только что понял. Райвал, ты посмотри, что произошло. Хаябуса! Хаябуса на галде! Вот это интересно! Что творят тодеки? Вот это заготовочка! Вот это прям неплохо! Ну, то есть, я предполагал, изначально говорил, что скорее всего это как раз-таки будет такой выбор в рамках данной встречи по поле на экспу, да, он пойдет, но я не предполагал, что это будет Хаябуса. Это неплохо, это очень неплохо, тем временем идет стычка небольшая, небольшие проблемы, по-моему, не только у Ямски, но еще и у Вина. Вин все-таки отбегает отсюда, пытается доиграть по Клею, Клей пока что живет и Альберт забирает, а, нет, Райвал забирает! Альберту не отдали, в озону, очень хорошее передвижение от тодеков и показывает нам статистику по ФБ, 87,5% ФБ забирают всегда для себя именно тодеки и только 40% у РРК. У нас это зависит от стиля игры очень сильно и видим здесь чуть бы она не досталась вновь ФБ, но РРК грамотно проконтролировали вопрос и не подставились дальше, иначе бы Вин точно не ушел. Ой, Альберта душит. Вот этот грамотный отыгрыш против Фани и пока что у тодеков конечно ситуация чуть-чуть получше нежели чем у соперников, но тем не менее сейчас если Фани разгонится, мне больше всего нравится выбор именно Хаепусы в рамках данного противостояния на голд линию это вполне себе интересно. Появляется черепаха, начинается стычка очередная, по Р7 играет, он тут кто по кому еще играет, Моба в итоге падает, первая кровь отходит в пользу команды РРК, продолжает дальше играет по Р7, Р7 стягивает его Райвл, пытается дальше закрыть данного персонажа, ну и естественно с ульты Мартис уничтожает своего оппонента и это был размин один в один. Забрали ФБ для себя РК, да, но тем не менее черепаха скорее всего отойдет для Тодеков, но тут рядом находится Фани, пятый левел, кстати, у Альберта и только четвертый у Райвала, поэтому это может быть, ставится... Полетели! Альберт, 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 хорошие подкидывания по нему, Момо уничтожает первого, Мун делает килл, но Клей минусует Райвала и забирает черепаху. Страшное произошло, здесь решили подраться и были наказаны, Фани подключилась, хотя можно было очень много подождать, так они еще и дальше готовы драться, но РСМ понял, что надо идти под вышку, Клей тоже немножко битый и в результате остаются только вдвоем остальные, только сейчас будут идти с базы и в итоге очень дорогая черепаха для команды РРК, ну там вообще неплохое был мув, собственно, они забрали черепаху, разменялись два в одного и в принципе-то у них все хорошо, тем более еще на верхней линии тоже получаются небольшие трудности, опа, хорошо, Сикугай смог отъехать только что, если бы чуть-чуть не проконтролировалась ситуация, на дробовике переключилась Беатрис, и вот это тоже хороший выбор именно против Хаебуса, потому что он все время пытается сокращать дистанцию. И Мартиц тоже на самом деле любит, так что здесь выбор вполне себе оправданный. Продолжают контролировать ситуацию по всем линиям, пока что, да, где-то на одной, вот они на нижней сфокусировались, по черепаху снова разбежались кто куда, Мартиц по колесу и в центр, Хаебус так и не уходит, по-моему, с верхней линии, отдыхает, разве что снизу может быть небольшая концентрация сил Тодеков, смещается также Вин. Но тут в основном на Меду будут какие-то активные действия, очень сомневаюсь, что будут дальше пытаться тушить Чонга, не получилось, это сделать на самом начале, играет по Вину, Вина будут вытягивать или нет, да, Руби неплохо цепляет, ставится клетка от Ифа, подкидывает Мартиц, ооо, Клей! Это фраг, Лерркью. Еще бы немножко подзорвать, они готовы идти дальше, подмогом прямо под вышку побежали, а почему бы и нет, можно ее разобрать, есть ли поддержка, поддержка уже близко Ямски, но уже есть фраг, и подмога пришла слишком поздно. Да, сейчас становится 3-4, Лерркью вырывается вперед, 11.8 тысяч на 12.9, и ставится пауза, это, по-моему, первая пауза за два дня, которую мы видим. Вчера была пауза, да, вчера была пауза тоже, да. На матч с Эхо, так что потихоньку ребята решают вопросы, но здесь, так понимаю, успели разобраться, главное, что не в полусражении ставится пауза, а там перепутия. В полусражении никогда не ставится, то есть там после активных действий каких-то, да, обязательно, потому что иначе, слишком много можно потерять или приобрести, наоборот, за счет этой паузы. Да, файт явно не в пользу тодеков. Ну, пока что только самое начало, поэтому критично, критично назвать этот файт, наверное, не стоит, но, тем не менее, показать, что списывается счетов RRQ так просто определенно не нужно, и они еще серьезный бой дадут впереди, поэтому эти эксперименты могут выйти боком в какой-то степени для команды, реализация их и бусы в том числе будет непростой задачкой, скажем. Да, 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 это все так. Тодоки приятно удивили на старте, такие интересные передвижения, хороший свап, а дальше что-то как-то вот против кодита, не понимает, что делать, и вроде должны были осознавать то, что Клей будет представлять основную угрозу, тем более, кстати, сейчас у Клея 100% килл партиципейшн, то есть он участвовал абсолютно во всех файтах, у него 2-0-2, и как бы всего 4 килла. И теперь новая черепаха, снова желают ее себе прибрать к рукам, есть вроде поддержка от Ямски, Мун тоже поблизости, но очень опасная позиция, могут с двух сторон закрыть, Ямски пробует уйти, потерял треть здоровья, но дальше на развороте уже поддержка от Райвела, Мума тоже близко, и проблема у Вина, Вин может здесь погибнуть, минус есть, победа за, по крайней мере, в файте за командой Тодоки, остальные нужно уйти, и Р7 вдвоем против четверых, опасно очень, если только пытаться похищать черепаху, но это может слишком дорого стоить, опять в очередной раз в засаде Клей, будет ли подкидывание, не попадает в этот раз, Райвел забирает для себя, абсолютно менее пошло от Р7, играет по Ямски, Ямски много урона по нему, проходит Фанни, закрывает своего соперника, есть минус по Руби, Райвел также может погибнуть, пытается отойти, живет, живет, еще, кстати, заберут Чонга, скорее всего, 99,9% превращаются в 100, Р7 падает, тут проблема уже у Сику Гайс, его втроем закрывают, минус Т1 на миду, и вот это важный мув со стороны РРК, они забрали вышку на центральной линии, по Альберту, ну тут уже не удастся доиграть, но зато можно Момо забрать как раз-таки вышку Т1, а он боится, он опасается, что кто-то находится рядом, а никого здесь и не было, там сверху, да, атака от РРК готовится, а там Крип добился все равно, и Крипы, Крипы работают, как вчера, знаешь, тоже, герои там что-то занимаются, где-то бегают, а Крипы, Крипы не работают, но к слову о том, что РРК очень грамотно умеют пользоваться ситуацией, поняли, что снизу у них прокол, и сразу же сместились в центр, сразу же нашли фраг, сразу же вышли в вышку, вот, и освободили себе кучу территорий, и теперь выход по следующий объектив будет очень для них приятный. Мун только что достиг в своей профессиональной карьере 300 ассистов, ну, то есть именно глобально в турнирах, и занимает третью строчку в рамке. Му Вину снова неприятность, он потерял уже половину здоровья. Но пока что не рискует выходить вперед Тодеки, они чуть подрались, использовали ульту по полю, такие, окей, все, мы на дизенгейдж, здесь никаких проблем не должно возникать. Самая большая трудность, которая у них возникнет, так это, опа, Аклея заметили, Аклея заметили, а будет ли дальше? Нет, все-таки отпускает его. Зацепить не получилось, и спокойно уходит. Ну, просто банально нечем, там только Руби может как-то подцепить сейчас, а Момо, ну, как бы, даст какой-то микроконтроль, и все на этом, и еще, опять же, надо дополнительно хорошо ставить, и проблемы, проблемы пока что у Тодеки, ой-ой-ой-ой-ой, сику, гайс, вот так вот, Альберт, Альберт не прощает, 2-1-1, появляется черепаха, в меньшинстве находятся Тодеки, и начинает черепаху именно РРК, Фанни перетягивается сюда, ближе к верхней мастикаре, но это 5 на 4, Тодекам надо отдавать, они не могут принимать здесь файт. Они хотят попробовать, Ямский, по крайней мере, смотрит очень серьезно в этом направлении, но главное, прочевить кусты, чтобы там никто не нашли. Тодекам в спине, это опасно, это очень опасно, Райвал, отойди. Если ты сейчас рискнешь, то вряд ли из этого что-то будет хорошее, но и да, есть информация о том, что черепаху забирает все-таки РРК, понимает то, что нужно отойти отсюда, 28 тысяч на 22,9, 2 тысячи преимущества для РРК. И жду, жду, что кто-то высунется, Райвал в очень опасной близости от соперника, и это может для него выйти боком, естественно, но что находят? Информация пошла, пошел фокус, и втроем они должны его по идее закрывать, но есть поддержка от Ямски, так легко справиться не получится, и Райвал пытается убежать, вот тут же прыгает Р7, и цепляет, есть подкид, но можно дальше идти, Ямски пробует хоть как-то спастись, но его не отпускают, минус 2 уже сделано, и летят на последнего. И это еще и минус Мун, очень печальный файт для Тодеков, зачем они его приняли, отдали бы просто Райвала. Райвал, конечно, подставился довольно сильно, и не стоило, не стоило там стоять. Да, окей, он живучий, но вы же видите, что Чонг на меду, вы не можете принимать такие файты, когда Клей вас может просто законтролить, и туда все это дело подкрепляет Беатрис, и вот эта связка очень хорошо работает. Фаня в это время снизу, тоже с вышкой разбирается, понимает, что здесь угрозы для нее никакой нет, и теперь большая часть карты команды РРК открыта, они могут свободно перемещаться и выискивать для себя новые жертвы. Пока что вот пытаются здесь баф хотя бы забрать, чтобы можно было как-то какие-то контрмеры применить, но Ямске очень сильно здесь может пострадать. Словил. Вот тебе и шот. Вот тебе и шот от Скайлера. Но отгоняет РРК, они вообще не позволяют играть. Буквально минуту назад было преимущество 2000, уже 4,5, даже чуть поболее в пользу РРК. Через 25 секунд им придется идти драться, и такое ощущение, что драку эту им очень не хочется принимать, но принимать придется, иначе шансов не останется вообще никаких. Вот Сику Гайз не может разогнаться, у него 0-2-0, пока что вот как-то Хаебуса не очень работает, честно сказать, для коллектива Тодок, и не может найти себя, вот просто не может найти себя. Появляется лорд через 3 секунды, видим то, что коллектив РРК уже находится в позиции, только сейчас начинает дефать Сику Гайз, а вот команда красных уже готова принимать этот объект. Там еще Сику Гайз встанет, фарни полетел под Т3. Он даже ульту не успевает нажать, как же много урона от Альберта, и закрывает, закрывает в очередной раз Хаебусу 0-3-0. Но это должен быть легкий лорд, здесь, если что, Вин стоит на ревиле, вдруг кто-то выйдет. Кто-таки не будет контестить. Тут ребята, да, поняли. Это не их битва. Это не их битва, точно. Но они, во-первых, потеряли Хаебусова, во-вторых, как бы у них все-таки проблемы небольшие с контролем, да, каким-то индивидуальным. Очень много контроля на Клее. То есть он имеет и отцепу, у него подкидывание хорошее, плюс контроль от Р7, у него тоже отцепа, подкидывание, и как бы двойное подкидывание от РРК очень много работы делает. А вот у команды Тодоков, да, окей, есть клетка Ив. Но эту клетку может сбить как Чонг, как Клей, то есть Кодита, если ворвется, то как бы это будет минус Ив и очень опасно Муну играть. Что еще из контроля? Ямски, все. Подкидывание от Райвала, ну, я его особо не считаю, да, или там стяжка. Ну, как бы с щипцами... Ну, да, с щипцами что он там сделает? Стянет, ну, как бы окей. Подкидывание небольшое, тоже на полсекундочки, ну, такое. И Руби, в принципе, тоже у нее не так... Не станы, это не станы все еще. Да, это контроль, но это не станы. Это не то, что ты хочешь, чтобы ловить Фанни, как минимум. Лорд подтягивается на верхнюю линию и сейчас попробует как-то это все защитить. Посмотрим, получится ли. R7 уже наготовить, что готов заходить. Тут же Райвл страдает немного на потянули и Момоа начинает накидывать. Лорд, правда, страдает очень сильно и нужно бы отступить РРК. О, Скайлар! Как он хорошо играет, тут еще и врывается. Альберт, очень много урона, 10 тросов, по-моему, раскинул только что. Колоссальное количество дамага, конечно, от этой Фанни. Так идет прыжок от Цепа, но, кстати, с флика отбегает все-таки Мун, пытается засейвиться и все-таки ломает Т3 вышку на верхней линии РРК. Они зашли, сделали несколько фрагов, еще и вышку сломали. Так, попытка энгейджа идет от Хайбуса, антифиз включается от Скайлара, все-таки отбегает Хайбуса, возвращается в Асваяся, но очень сильно рисковал. Не в той кондиции Хайбуса, чтобы пытаться кого-то добивать, хотя попытка могла быть неплохой, если бы там совсем лоу хп какое-то было, но пока 6.13, 8 тысяч перевесов уже за командой РРК, и они не собираются остановиться, хотя Вин подставился под удар на Ямске, может быть, он подставился под удар рядом с Скайлар, поэтому могут быть проблемы и имеет смысл отступить к своим товарищам. 6.13, пока что вообще не складывается для Тодеков, но самое важное, что хочется отметить, не складывается для Сигу Гайз, он действительно не может найти свою игру. Может быть, сейчас разгонит, так, ИНВИС пошел, играет по Клею, по Клею пытается до самого конца, но успевает уйти в ульту, стяжка идет, отрубит, прекрасный райвал, минусует Клея, тут же отвечает Келом по-ямски, минус Мун, 3, 4, 5, минус 5 для коллектива РРК, вразмен всего лишь на троих, и это, конечно, должно быть для коллектива Тодеков. Ну и вот он, Скайлер стоит, стреляет, пока остальные дерутся, и это позволяет нанести катастрофические цифры урона, в результате видим, что команда РРК оказывается в приоритете в этой драке, и в дальнейшем в этой игре. Это GG, без вариантов. Это без вариантов, да, чуть поспамить, обязательно, куда без этого, включает антифиз, делает все, что хочет, но РРК одерживает вверх на первой карте, у них действительно задалось. Начало, притом, было неплохое для Тодеков, они вроде как там разменивали, что-то делали, а потом отставание 2000, 4000, и увеличивается, увеличивается, увеличивается. Хаябуса здесь не сыграл вообще, ему не дали ничего делать, и потрясающая комбинация двух подкидываний, конечно, в исполнении РРК, две отцепы, очень много контроля от них, и как же не хватало этого контроля по Фанни. В Фанни никто ничего сделать не мог, просто спокойно Альберт летал, прыгал, потрясающий вот игрыш, вот РРК. Лучше, хочется похвалить Тодек еще за лейтгейм, за попытку выхода в пятером. Вся обычная позиция, какая мы ждем на хайграунде, мы надеемся на то, что там как-то ошибутся при заходе, они попытались этому помешению, они попытались выйти сами и кого-то подловить, но РРК это знали, РРК это почувствовали и были готовы к этому выходу, и тоже уже подготовились, все стянулись и просто Skylar не отпустил. Очень хорошо сыграли, действительно, очень хорошо сыграли РРК. Вы же, друзья, не забывайте, что вас ждет 21 января, это боевая ночь в Mobile Legends, заходите, играйте, получайте награды, куча скинов, куча всего для вас, призы, только зайдите и выполните пару заданий и получите замечательные бонусы от Mobile Legends. Не забывайте каждый день заходите выполнять задания, потому что вы левел как бы набиваете таким образом, а левел сам себя не набьется. Справедливое замечание, но самое важное, помимо этого, 21 января, вот это самая важная дата относительно, и еще 15 числа, но об этом позднее. Об этом позднее. В любом случае, дорогие друзья, обязательно поддерживайте коллективы, посылайте лучи добра, ставьте хэштеги, за кого вы болеете, и также не забывайте смотреть за трансляцией, зовите всех-всех-всех друзей, ведь чем нас больше, тем более вкусные призы будут для вас, дорогие друзья. Там уже было, кстати, вот такое, знаешь, 2 миллиона зрителей, был этот прогресс бар, так сказать, с количеством. Побьется ли рекорд в 3 миллиона, очень интересно, но именно вы можете стать частью этого рекорда, так что, друзья, все в ваших руках. Мы все станем частью этого рекорда. Мы же с тобой тоже смотрим, правильно? Конечно, на всех экранах тут везде все открыто, даже трансляция. Если так говорить, то да, экранов 10 включены мы, видимо, трансляции. Ладно, сейчас не об этом, сейчас про матч. У нас завершилась эта первая игра, я думаю, что Тодоки должны были осознать, в чем была проблема. Это, ну, я бы даже не сказал, что тут были какие-то трудности из-за хаебуса. Мне кажется, это просто был эксперимент, первая карта. Я не уверен, что это эксперимент, потому что против RRQ эксперименты, знаешь, ничем хорошим не заканчивается. Это была заготовка, однозначно. То есть, когда мы увидели по полю, мы сразу уже могли предположить, то, что будет свап. То, что это будет хаебуса на экспу, вернее, на голду получилось, да, я, честно говоря, не ожидал. Я не совсем понял, зачем он пикался. То есть, это какой-то такой неоднозначный выбор. Он мог бы зайти, но под другой сетап. Ну, то есть, конкретно здесь я его не видел в комбинации, не совсем понимал, для чего он. Естественно, наши уважаемые зрители нам, мне обязательно расскажут, да, кто, как и не наши зрители, является лучшим аналитикой. Всего всегда пику, всегда выигрываюсь. С тобой все понятно, конечно, никто ничего не говорит. Вот, но конкретно в данном сетапе не хватало какого-то контроля. Ну, это прям чувствовалось, что не хватает контроля. Добрали Руби, ну, окей, но чем останавливать Фанни было вообще непонятно. Для нее это такое. Альберт влетает и улетает. И все посмотрели, знаешь, так, о, он летит, сделал килл и улетел. Это птица, это самолет, это Фанни. Да, это Альберт, действительно здесь. Вот как раз та самая страшная Фанни, про которую все рассказывают, почему ее банят, она была продемонстрирована, и опять же тоже вопрос, не только к пику, но и к отсутствию бана этой самой Фанни, причем на долгой дистанции, скажем так. но вот то, что допустили Фанни, окей, я могу это предложить, я это понимаю, но почему не взяли ничего в ответ на Фанни, вот это вопрос. Неужели вот РРК просто одним баном куфры законтрили полностью всю задумку Тодоков? Это странно. Ну, задумка на гранд-финал, которая кроется одним баном, это плохая задумка. Ну да, да, да. Так что здесь уже к Тодокам вопросы, к их обсуждению вот в этой будке, которые что они там напридумывали. Смотри, у них были первые пики, мы увидели Пополь, Ив, да, можно было, вернее, Ив на ФП, дальше взяли Пополь, окей, взяли Пополь, вопросов нету, но почему тогда не взять какого-то персонажа с контролем? И, кстати, Лолита осталась против РРК, и Лолита бы зашла, например, очень неплохо, в том числе и против Беатрис, но решили не брать. Может быть, испугались то, что не будет так много работы выполнять именно за счет того, что есть Кадита и Чонг, и они будут сбивать ульту Лолити. Может быть, в этом крылся. Вспоминали Франка, что думаешь? Франка, Франка, но не уверен, что он под этот сетап тоже, это одиночный контроль. Вот конкретно у Тодоков такой сетап получился, что нужно что-то то ли с массовым контролем было делать, то ли, вот Руби, окей, плюс-минус, там неплохой вариант, да, они придумали. Но, может быть, стоило попробовать еще какого-нибудь условного в лес взять не Мартиса, а Акаия. Я просто композицию не до конца вижу у Тодоков. То есть, именно против РРК, да. В целом, если смотришь, такой, окей, нормальная композиция. Но потом смотришь на РРК, и такой думаешь, окей, чем контрить Фаню? У вас ничего, просто ничего нету. Абсолютно ничего. А в вас могут врываться и Кадита, и Чонг. Ну, то есть, Беатрис и Хильду я особо не беру, Хильду универсальный пик, просто тут без вариантов. Беатрис просто выполняет свою работу. Но вот очень много неприятностей вот эти три персонажа. Кадита, Чонг и Фанни. Вот они втроем слишком много сумбура вносили в стан коллектива Тодок. Я думаю, выводы сделаны, Фанни мы не увидим в первой фазе больше никогда. По крайней мере, в этих двух коллективах мне кажется, что Тодоки не рискнут, если только себе пытаться забирать, что, я думаю, уже не допустит команда RRQ со своей стороны. Но, ты правильно отметил, здесь ребята слишком много возложили на вот эту идею, которая не оправдала себя. Хотя глобально, слушай, уже лучше, чем вчерашняя игра с Сониками, здесь есть урон по вышкам. Я сразу понял, что ты отметишь это. Вот только увидел цифру 2, 280, я такой, 100% сейчас будет эта тема затронута. Но, понимаешь, здесь как бы Тодокам на ранней стадии ты особо никто не мешал. У них проблемы возникли там после пятой, по-моему, минуты, может быть, там чуть раньше. Они проиграли несколько файтов, они очень сильно дали разогнаться Клею, то есть его вообще было не остановить. Это кадиты, которые бегают и делают все, что хочешь. Ее нечем ловить, ее нечем встанить, нечем контролить, ничего вообще не сделать. То есть она спокойно врывается, нажимает, ну то есть кадиту и так тяжело законтрить, у нее слишком много вариантов для эскейпа, но при этом всем еще и у вашей команды отсутствуют практически полностью какие-то ресурсы для того, чтобы исполнять интересные моменты. Но вот фани вообще не трогали. Вот с фани нечего было делать абсолютно. И Альберт в свою очередь этим пользовался. Это к тому, к вопросу о том, что не нужно пытаться выдумать. Многие команды бывают решать, что вот, нам все равно, мы понимаем, что он сильный герой, но мы знаем, вот мы точно знаем, как его законтрили. Они его на начале законтрили, вроде как, забрали у него в озон, заходили во вражеский лес, был четвертый у Мартиса на третий у фани, а потом вот эта вот серия неудачных файтов. И все. И дальше делать нечего. Просто вот нечем, я бы сказал, не то, что делать нечего, нечем что-то сделать. Не хватало, вот чего-то не хватало Тодекам. Ну и показывает нам MVP Клея тут вообще без вариантов. Я говорил, там на первых минутах у него 100% участие было в убийствах. 100%. Он был абсолютно везде на карте, он всегда находился там, где нужно, он ловил соперников, он делал энгейджи и постоянно, постоянно, создавал моменты для своей команды. То есть эталонный мидер? Это эталонный мидер. Здесь вопросов к нему никаких нет. Радует, что очень много разнообразных MVP показывают. Наш не только один герой какой-нибудь, который там постоянно имеет топовый КПМ, если мы вчера вспоминаем, и тепловая карта у нас есть. Показывает, как двигался Клейн. Вот посмотрите на передвижение, он постоянно, постоянно смещался на нижнюю часть. Постоянно. Вот это вот сражение, которое, а дайв под вышкой вообще филигранный был. Они очень хорошо действовали. И Клей действительно одна из причин, почему коллектив РРК смог разогнаться на старте. То есть могло все куда хуже сложиться, в том числе и для Альберта, если бы Клей не начал вот эту вот инициативу. Но сложилось так, что Тодоки сами себя загнали в ловушку. Это к вопросу о том, как работает команда. То есть да, где-то есть, допустим, слабая точка, колется, что ребята, мне нужен спейс, мне нужно как-то время выиграть немного, чтобы я смог реабилитироваться. И грамотное решение уже от остальных участников команды, что им с этим делать и как этим воспользоваться. Да, где-то вот, если стоит отметить момент, который очень понравился, что потеряли они под черепахой двоих, тут же выход в центр, тут же делают минус, тут же ломают центр. Максимально, вот мы можем как раз, наверное, посмотреть этот момент. Вот тоже опять идет инициация, и Альберт делает фраг, тут и Райвал, по-моему, выживает еще чудом. А, да, Райвал выживает каким-то чудом, R7 забрали, окей, вроде там плюс-минус неплохо. А дальше вот это вот, зачем Райвал там стоял, что он пытался там найти, вообще непонятно. Вот Руби цепляет Фаню, Фаня такая, да, окей, ты меня цепанул, я улетел. Ну, то есть, что с ней было делать, вообще непонятно. Страшные, страшные вещи показывали они дальше и под вышками, уже понимая, что их особо-то ничем ты не остановишь. Я так понимаю, дальше вот прыжок. Прыжок, улетел, прыжок, улетел. Клей, просто потрясающий отыгрыш. Вот, опять же, окей, его стягивает там, и дальше Фаня полетела, пошла, нарезает, Скайлар там тоже, раз, 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 все, минус вся команда. Очень много урона, в таких узких пространствах, в тодоках, точно нельзя было драться. Вообще, тихо,